короче так и идем сегодня большую большую часть времени вот так по дороге это вообще как дебилы идем никто не ходит так по дорогам как мы а вот сами наверно бы от меня тянуло вот сюда ну не тянуло как бы маршрут был составлен вот отсюда как там не зайти было никак в общем тут классно идти да вот так вот вдоль эту хорошая дорожка была ну ничего не поделаешь пришлось вот так вот идти сейчас еще немного по дороге а потом опять будет своротка надеюсь нормальная будет своротка в нормальные поля в нормальные леса как-то так так какой-то населенный пункт без названия вошли неких неких шить нету ничего блин но видно что населенные типа школа не это больница можешь психдом фиг его знает скорее всего дом престарелых так судя по мы зонды репост панн хайт не знаю чуть такое ну чё-то с больничка связано наверно непонятно ничего никого нету никаких названий вот сумрачной бельгия привычная серая неказистая пока что так так населенный пункт монцен кому на пломбир ну да вроде бы в кому на пломбир опять пришли все в порядке нормалек пройдено уже где-то километров 12 я так думаю пойдем везде подстригают траву ночью середина апреля трава уже свежая вышла так что нужно подстригать у бельгийцев большие эти участки около домов побольше чем германии так центр вот этого небольшого городишки ну все как всегда старье это как я понимаю это этот мэрия бельгийской он бельгийский флаг там все такое несколько пенсионеров сидят кафешек не на не наблюдается а вон там одна есть для шопа аля шоп называется церковь присутствует куда же без нее но в принципе и все вот он этот мэрия так сказать да какая-то терраска в общем вот на пути скамеечка мы свернули в общем дороге какая-то это часовенка шоп шоппель сэнджоп сэнджоп или как там не знаю в общем там страшенные фигуры мужик голый блять сидит реально фига себе какая-то старуха возле него смотри и мужик голосе это святой жоп или ёб он взял и около него старуха все как как в этих страшных сказках так покинули какую-то непонятную деревню монсен и обнаружена еще одна часовня типа шоппель сэнджон непомуцен короче он с 1338 по 1383 год был узкую не такой уж и старый чуб полтинник всего лишь ему был ну тут он хоть одеты ладно так чё тут все понятно какой-то глаза прикрыты у этого парня ну наверно был блатным чуваком раз ему поставили здесь памятничек так наконец-то мы вышли вот сколько километров уже километров 12 или больше не больше прошли все по дорогам приходилось идти а сейчас вот выше вот такую прекрасную аллею оказывается тут есть хорошие дорожки кстати я вот все хочу найти черемшу но наверное тут вряд ли это нужно нафиг воскресенье может быть поедем и там поищу а вот пока что идем так прекрасно хорошо здесь не по дороге в общем все отлично идем экспедиция продолжается так в общем мы пришли это этот вагончик который тут вроде как можно что-то приобрести посмотрим а чего вы не заходите никто давай посмотрим кофе а напитки шоколадки ничего такого естественного кофе напитки шоколадки ясно нас это не интересует а чего то интересно как а вот цена вот такая вот лейсон 85 центов 90 центов это вафля евро сникерс но в принципе такие щадящие цены 1 евро он эти напитки нормально 350 кола 350 где написано где аквариус это какой-то напиток блатной ясно ничего такого естественно идем дальше а шоколадки такие цены щадящие нормально так курочки тут же все как надо все понятно так подходим к одной из достопримечательностей достопримечательностей которые здесь есть кстати вот еще одна какой-то трактор маккормик 10 евро и пожалуйста садись вон этот виадук железнодорожный он довольно таки длины вот он туда еще продолжается вон туда тянется очень очень длинный так сказать и высокий такой ну вот ни одного поезда мы еще не увидели да пока уходили то есть наверняка эта ветка она не такая уж и загружены вообще не загружен построить такой виадук для чего какие-то флаги этот европа бельгия и сламанский наверное а волон а вон классно бы посидеть да смотри тут эти специально посидеть попить в общем отдохнуть он там скамеечки такие классные новые эти флаги смотри в этом сезоне заменили все как надо пломбир пожалуйста мы входим в пломбир так ну довольно таки массивное сооружение но ни одного поезда не проехал за все время для чего строить такую фигню я не пойму никак или что-то слышно едет да нет это внизу думаешь что-то слышно но где не понять нет внизу вон трактор едет с говнищем он трактор поехал короче наверху никто не ездит для чего сделали непонятно для красоты наверное только одно предположение так в общем найдено месторождение черемши и красная самая сейчас молоденькая классно вот тут а вот все заросшие я набрал такой кусок не кусок а пучок и сегодня чем вы дома сделаю салатик кинул и так вообще классно такая приятно чесночная черемша и отлично так вот местный полицейский участок ничего примечательного мэрия тут же всякие забегаловки это как полу центральная площадь как я понимаю но может быть центральная площадь вот мэрия мэзон коммуна и пломбир вроде как форме пломбир до мороженого да ну тут это вообще это местность видимо добывала раньше много угля и вон там показано что вагонетка которая используется в шахтах как как я понимаю почему-то деревяшка не деревянные бревна наверху а может такой уголь фиг его знает нам дальше идти сейчас посмотрим так в общем мы это пришли к машине 17 километров прошли вот пасхальный тур так сказать в бельге это вот у них тут специально сделано для жителей этого городка или чего-то деревне такую площадка там можно грелить там дети играют вот и все люди отдыхают на солнышке погода вроде есть но ветра на чуть-чуть холодновато все равно сидеть просто так но мы около машины уже все вот и все равно